Всем привет! И рад вас видеть на канале Интересно, но факт. Сегодня будет идти обсуждение по поводу, почему Юпитер не тот, кем кажется. Всем приятного просмотра, а мы начинаем. В последние годы в астрономии все больше совершается новых открытий. Одновременно с этим ученые переоценивают существование теории гипотезы. И данные об уже, казалось бы, хорошим известны на космическом объекте. Взять, например, Юпитер. В некоторых аспектах мнение астрономов о нем изменилось. В радикально противоположную сторону. Остановка Юпитера. Юпитер, как известно, великан. Все планеты Солнечной системы вместе взятые будут в весе в два раза меньше его одного. Логично, что у такого тяжелого должно быть больше всего спутника, чем у других планет. Так и было. В начале этого года около газовых гигантов обнаружили 12 новых спутников. Их больше, количество подросло до 92. То было на 9 больше, чем у Сатурна. Однако, уже весной у последнего обнаружили целых 62 новых лун. Таким образом, у Сатурна официально 145 спутников. И не важно, что большинство из них небольшие булыжники в пару километров в диаметре. Астрономам всегда особенно интересно. Астрономам всегда особенно интересовало то, каким же образом Юпитер стал таким большим и сохранил баланс со всеми остальными обитателями Солнечной системы. Консервативная гипотеза гласит, что он сформировался где-то за пределами Сочной системы или на самом ее краю, где облака Орта и бесчисленное количество космического мусора, столкновения с которыми его замедлило. А согласно теории относительности Эйнштейна, гравитации самой по себе нет. То потеряв скорость противодействия, Юпитер начал сближаться с Солнцем. Остановить его смогли другие планеты, которые к тому моменту уже развивались. Считается, что ключевую роль в этом сыграл Сатурн. И вероятно, центробежная сила, которая всегда в таких случаях направлена от оси вращения, то есть скорость вращения, которой Юпитер не хватало, чтобы удержаться на своей орбите, стало достаточно, когда планета приблизилась к светилу и возросла угловая скорость вращения. В прошлом году межпланетная станция НАСА Юнона, запущенная специальными для исследования Юпитера, собранными данными смогла опровернуть теорию газового каннибала, что ядро Юпитера это собранный по крупицам камней пыль. Оказалось, что внутри газового гиганта весь материал распределен неравномерно. Кроме того, внутри него набрось столько тяжелых металлов, что хватит на 15 или даже 30 земель. Но парадокс состоит в том, что Юпитер и значительно был каменистой планетой, как наша или Марс. Газовым гигантом он стал после того, как гравитация стала настолько мощной, что помимо пыли всасывались газообразные вещества, и не только. Чем же он добрал свою массу, если мелкие камни в атмосфере сгорают? Грее всего, Юпитер знатный каннибал, и только металл в нем потому, что на своем пути он поглотил не одну протопланету, а когда он это делал до или после вращения в газовых гигантах, пока неизвестно. Юпитер ломает все наши представления о временах года и погоде. Всем известно, что есть вращение Земли, наконенное на 23 градуса, поэтому мы наблюдаем 4 времена года. Ось Юпитера повернута всего на 3 градуса, и по идее все его части должны получать одинаковое количество тепла. Однако, погода на нем меняется, да еще и циклично, без ядра. Взглянув на Юпитер, можно понять, какую температуру имеют его регионы. Там, где холодно, оттенки свет, где горячие, оттенки коричневые. Только почему-то, когда в определенных широтах с совершенно голополушариями, температура снижается. Тут же зеркальные широты южного полушария охлаждаются. Широты эти распределены на огромные расстояния, больше их, чем на Земле. Однако, процесс этот мгновенный. Так что, ученые только предстоит рассказать, почему на газовом гиганте климат меняется без относительно наклона оси вращения. Не менее, если не более. Интересные сюрпризы преподносятся и спутники газового гиганта. Например, у Европы, скорее всего, нет ядра вовсе, или образовались оно не так давно. Этот факт выбивается из нашего представления о том, что Солнечная система окончательно сформировалась и находится в балансе. Европу на 90% составляет не вода, а камень и металл. Новые данные о ее плотности говорят, что жидкого ядра и мантии в ее внутренней структуре просто нет. Благодаря компьютерным моделям становится очевидно, что Европа формировалась в более холодных условиях, а металл и камень могли не растопиться, а сцепиться друг с другом и замерзнуть. Океан, возможно, растопила под влиянием Юпитера. Но полноценная жидкость металлического ядра могла появиться спустя миллиарды лет. Но не факт, что оно вообще есть. Великая вероятность, что спутник все еще находится в фазе внутреннего растапливания. Другой спутник Юпитера, Ганимед, может оказаться в первых рядах среди кандидатов на наличие жизни. В 2021 году телескоп Каббл зафиксировал в его атмосфере следы водяного пара, жидкой воды. На ней тоже много только вся, она на глубине 160 км под поверхностью. Расчеты привели ученых к выводу, что в диаметре Ганимеда целая треть приходится на чередующие слои. Этот факт позволяет говорить, что у Ганимеда жидкое железное ядро, схожее с земным внутренним процессом, которые могут произвести тем же геометрическим источником, начинающим свою жизнь в океане, который у Ганимеда тоже есть. Так что для инопланетной жизни место вполне себе надежное. Всем спасибо за просмотр, кто досмотрел до конца. Кому не сложно, то подпишитесь на канал и поставьте лайк. Вам недолго, а мне будет приятно. Всем спасибо за просмотр, всем пока.